В возрасте примерно 15 лет я заболел. Однако у меня была PlayStation, она показала мне другие миры, что, пожалуй, и спасло мне жизнь. В то время я лежал в палате с пятью другими детьми, один из которых не мог говорить. Однако, когда мы играли вместе, веселились, нам не нужны были слова. Ведь иногда для общения, для дружбы они не требуются. Я уже давно знал, что The Quiet Man будет взаимодействовать с вами без слов. The Quiet Man – невероятно амбициозный кинематографический проект, который пытается объединить фильм и игру в одно бесшовное целое. Сюжет рассказывает о плохом парне, с которым в прошлом случилась трагедия. У него тяжелая жизнь, он пытается сводить концы с концами. А еще наш персонаж – превосходный боец. По части настроения здесь есть все необходимые элементы хорошего нуарного триллера. Получился кинематографичный проект с диалогами, которые вы не можете услышать, поскольку наблюдаете за ними от лица Дэйна, глухого главного героя. Несмотря на то, что игра создавалась при помощи Square Enix, большой компании, проект сохранил свою независимую натуру. Остался инди-игрой. Продолжительность проекта составляет всего три часа. Он создавался так, чтобы до финала можно было добраться за один заход. Прямо как просмотр фильма. Когда Кен Сэй представил концепт беззвучной игры, задумка выглядела еще очень сыро, однако сама идея показалась очень захватывающей. Однако, как нам нужно было это сделать? Сможем ли мы вообще воплотить идею в жизнь? Конечно, по ходу разработки в игре появилось больше звукового оформления, однако изначальная задумка кардинально не изменилась. Если говорить с позиции саунд-дизайнера, то я не понимал, что мне нужно делать, ведь мы разрабатываем игру без звука. К тому же, если честно, сперва меня не покидало ощущение, что для звукового дизайна обратились не к тому человеку. Глухота Дэйна погружает игрока в совершенно иное состояние. Мы же так привыкли к постоянному шуму. Звуки окружения, возможность услышать врага, подкрадывающегося сзади, здесь нет привычных по другим играм элементов. Тем не менее, в игре очень и очень умный звуковой дизайн. Когда кто-нибудь разговаривает с Дэйном, то звучит мелодия, едва уловимые отголоски, с помощью которых вы знаете, что персонаж понимает происходящее. В проекте меня привлекла возможность поставить себя на место персонажа без слуха, о повседневной жизни которого я очень-очень мало знаю, поскольку моя жизнь окружена разнообразными звуками. Во время обычной работы я наслаиваю огромное количество дорожек друг на друга. Во многих смыслах это способ скрыть недовольство результатом, поэтому сверху появляется все больше и больше слоев. Как раз по причине ограничений в плане звука мне понравилось здесь работать. Мне кажется, игра подкидывает пользователям уникальный вызов. Она специально предлагает вам почувствовать, как живут люди без слуха. Герой знает вещи, о которых не подозревает игрок. Ведь в какой-то мере интересно погружаться во вселенную, где не понимаешь речь людей, пытаться самостоятельно сложить картину происходящего. Думаю, не менее важно помнить о том, что вы не можете взять лишь одного человека из сообщества глухих и плохо слышащих, а затем на его основе описывать всех людей из той же группы. Дэйн – персонаж, который не может слышать, однако он читает по губам, применяет язык жестов и бандитские знаки для общения с людьми. То, что он потерял слух, не делает его святым. Как и у всех, у него есть свои проблемы и сложности, с которыми он пытается справиться. Для меня самым сложным в проекте стало объединение реальных съемок и компьютерной графики. Почему нам нужно постоянно использовать CGI? Если вы хотите добиться фотореалистичной графики, то почему бы просто не снять ролик? В чем здесь принципиальное различие? Компьютерная графика до сих пор не может передать весь спектр едва уловимых человеческих эмоций. Мы снимали ролики в Болгарии, в городе София. Там расположена прекрасная студия, в декорациях которой мы смогли воссоздать Нью-Йорк. Одна из главных трудностей заключалась в необходимости соответствия графике игры уровню освещения, количеству деталей и качеству роликов с актерами. В процессе мы использовали трехмерное сканирование, для чего применяли портативные сканеры. К тому же, чтобы оживить цифровых двойников в мире игры, потребовалось отсканировать разные выражения лица, записать движения и звуковую дорожку. У Дэйна есть проблемы с агрессией, которые, конечно же, проявляются во время сражений. Мы хотели сделать хорошую, но доступную систему комбинаций. Хотели добавить множество движений, которые бы не пришлось долго запоминать. Я очень люблю фильмы вроде «Онгбак» и «Рейд», поэтому провела много времени за исследованиями. Пересматривала боевые сцены, чтобы понять, как лучше всего ставить удар или пинок. Помимо комбо-системы у нас есть добивание врагов, возможность использовать элементы окружения, хватать соперников, кидать, зажимать их у стены и сбивать. У вас не получится увидеть все способы, которыми можно расправиться с врагами, ни за одно, ни за два, ни за три прохождения. Сбейте дыхание противника ударом левой руки, а затем перейдите в атаку. Сотрудничество с Койко Саном было шикарным. Он прекрасный мастер боевых искусств, что в очередной раз подтвердил во время записи движений для игры. Изначально в контракте на работу над Куайетмен мне предложили постановку боев только для сцен с актерами. В ходе обсуждения с продюсером, господином Фудзинагой, разнообразных деталей вроде боевого стиля для героя, я составил список дел, которыми мне хотелось заниматься. Затем он попросил меня помочь с геймплейными секциями после того, как закончу со съемками, так что я участвовал и в записи захвата движений. Скажем, нас не интересует ваниль. Некоторые люди хорошо делают ванильное мороженое, но нам оно неинтересно, мы не хотим его делать. У нашей игры особый вкус, и думаю, люди, которые хотели попробовать именно его, которые хотели получить именно такой опыт, поймут и получат удовольствие от проекта. На мой взгляд, Дэк Уайетмен рассказывает больше, чем может показаться изначально. Я бы сказал, что это сумасшедшая игра, безумный концепт. Безумный, амбициозный проект, за который было страшно браться. Я верю, что видеоигры изменили меня, и если какой-то проект может повернуть ход мысли людей, то это значит, что видеоигры в конечном итоге способны изменить мир. Потому что видеоигры — это нечто большее, чем простое развлечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова